Японские ученые Университета Нару установили возраст древнего городища Бурно-Октябрьское в Жамбылской области. Юго-западная его часть относится к 4 веку нашей эры. На данный момент археологические раскопки древнего города продолжаются. Недавняя сенсационная находка – череп древнего человека. О том, что еще интересного, обнаружили археологи в репортаже Анастасии Сулеймановой. Северо-восточная часть города Бурно-Октябрьское. Раскопки в этом месте ведутся уже второй год. Среди уникальных находок – это вот такой вот кусок расплавленного шлака. По мнению археологов, это свидетельствует о том, что здесь когда-то были печи для изготовления гончарных изделий. И еще одна интересная находка – это вот такой вот сосуд от одеколона с надписью «Москва» и изображением двуглавого орла, герба Российской империи. Это говорит о том, что здесь когда-то были русские переселенцы. Все находки обнаружили в помещениях. В этой части раскопали два коридора и три комнаты. Чтобы сохранить их первозданный вид и ничего не повредить, археологи впервые копали не сверху, а провели подземные раскопки. В итоге одна из комнат сохранилась целиком. Полностью сохранились стены, сохранился потолок в виде купола. Потолок здесь куполообразный. Если посмотреть, то вот стена идет, вот она. И выше уже кладка сырцовых кирпичей, не в горизонтальном положении, а в елочку. Вычищали эту комнату, то есть она была полностью забутована. Грунтом забутована, обломками сырцового кирпича. Почему? Потому что люди, когда ушли отсюда, они не просто бросили это здание, этот объект, они надеялись еще вернуться. Местные археологи предполагают, что объект относится ко второму, первому веку до нашей эры и является одной из крупных летних резиденций кангуйских вождей. А вот японские коллеги склоняются к другой дате. Заложили еще дополнительные шурфы и на глубине 3-4 метров взяли угольки и почву, которую отправили в Японию, в город Нару, в университет, где японские специалисты сделали углеродный анализ и определили возраст этих угольков как 1645 лет. Ну это где-то примерно 4 век нашей эры. То есть получается, что культурные слои 10-13 века – это последние слои, то есть город еще древнее. За несколько лет раскопок древнего городища Бурно-Октябрьской археологи обнаружили 3,5 тысячи артефактов. Это фрагменты керамической посуды, кости животных, части бронзового светильника, кувшины и ладьевидные зернотерки для получения муки грубого помола. Они подтверждают, что древние кангуйцы были не только кочевниками, но и земледельцами. А эти кадры сняли сами археологи. На них недавняя сенсационная находка – череп человека. Его относят ко II-I веку до нашей эры. А определить точный возраст, пол и период жизни предстоит ученым Украины. Для этого туда отправили зубы. Их исследуют в специальной лаборатории. На глубине трех метров мы обнаружили череп древнего человека. Для нас это неожиданная находка. Кроме этого нашли сломанные целые кувшины, ручную дробилку. Благодаря найденным вещам мы сможем узнать, как жили наши предки. Считаю, что это городище очень уникальное в нашей стране. И я рад, что принимаю участие в раскопках и вношу свою лепту в историю. Археологические раскопки древнего городища Бурно-Октябрьское ведутся по программе Рухани Жангыру. После полного их завершения здесь появится музей под открытым небом. Объект уже вошел в карту сакральных мест Жамбулской области. А позже его включат в Республиканскую. Пока археологи продолжают исследовать каждый уголок и разгадывать тайну городища. Они уверены, что уникальное историческое место станет популярным среди туристов. Анастасия Сулейманова, Руслана Хотела. Итоги дня. Жамбулская область.